Друзья, у Анны Андреевны есть стихотворение, которое начинается такими строчками. «Я пришла к поэту в гости ровно в полдень, в воскресенье». Ну вот с этого мы и начнём, потому что, собственно говоря, мы с вами пришли к поэту в гости, учитывая белые ночи, ровно в полдень. А то, что сегодня в воскресенье, вы знаете, так что всё совпадает. И первое, что я хочу сделать, конечно, поздравить Анну Андреевну с днём рождения. Когда меня пригласили и предложили мне выступить на Ахматовских чтениях, я, конечно, честно вам скажу, я была весьма обескуражена, потому что здесь присутствует изумительная женщина Татьяна Сергеевна, которая когда-то приняла просто с порога двух актрис из Москвы. Мы были на гастролях. Нам захотелось прийти в фонтанный дом. И то, как Татьяна Сергеевна, я была впервые, это было два года назад, рассказала, что она показала и какие были ощущения вообще от всего происходящего, передать очень трудно, потому что, наверное, те, кто любит Ахматову, читают Ахматову и не были в фонтанном доме, есть два момента жизни во взаимоотношениях с Анной Андреевной. До посещения дома и после. Вот. И еще, знаете, я подумала о том, что, как интересно, у меня папа ленинградец, и меня, как и всех детей из Москвы, привозили показывать Санкт-Петербург. А что показывают, да? Показывают императорские дворцы, Петергов, Екатерининский дворец, да? Эрмитаж, где такое имперское богатство, где такая роскошь, блеск и величие. А когда ты попадаешь в фонтанный дом, ты вдруг задумываешься о том, что императрица русского слова обитала вот так. Это такие удивительные, конечно, контрасты и реалии жизни. Так вот, мне вот что захотелось. Мне захотелось Ане Андреевне сделать рукотворный подарок. И я рискнула. Вот о чем я подумала. Есть брельефы, есть памятники Ане Андреевне. О ней говорят в превосходных степенях. Но этого очень мало для того, чтобы поэзия человека была живой. И мне стало интересно, как сегодня люди общаются с Ахматовой. Что она для них такое? Что они хотят спросить у нее? И что она им отвечает? Потому что взаимоотношения с поэтом – это диалог, это вопросы и ответы. Ведь когда мы читаем про Анну Андреевну, очень часто, почти всегда, есть три слова – оракул, Кассандра и эзотерик. Так вот, мне захотелось сделать эзотерическую программу в таком смысле. Мне захотелось не сделать моноспектакль, где я буду читать вам стихи Ахматовой. А мне захотелось пригласить Анну Андреевну побыть вместе с нами. И я рискнула вот в чем. Я задала... Ну, вы знаете, она, конечно, стала вмешиваться. Сначала было 10 вопросов Кахматовой, как объявлено. Сегодня будет 13 вопросов Кахматовой. Так захотела она. Сократить было уже нельзя. Четыре человека участвовали в этом проекте помимо меня. Это вопросы, которые задавали Анна Андреевна. Это главный режиссер театра «Кукол» Образцова. Замечательный совершенно умница Борис Константинов, главный режиссер. Это певица музыкального театра и мюзикла Швыдкова Оксана Костецкая, лауреат «Золотой маски». Это руководитель мим-театра, клоунского театра «Пантомины» и режиссер Максим Торофиев, выпускник Полунина. И это начальник пиара дела электротеатра Юлия Беляева. Разные возрасты, разный пол, разные направления мыслей. И вот было 40 вопросов. Причем я попросила, чтобы на 5 вопросов они сами нашли ответы, как им кажется. И есть стихотворения, которые впрямую, а есть ассоциативные. А на 5 вопросов ответила Анна Андреевна. Старым детским способом, да, никто не отменял отношения к Ахматовой по Гоголю, правда? Чтобы взять, спросить и открыть. И вот сегодня все это я попытаюсь вам рассказать. В чем принципиальное отличие моего выступления? В том, что я сегодня не буду стараться, как сказать, от себя, вкладывая эмоции, прочесть вам эти стихотворения. Задача моя будет гораздо сложнее. Я очень постараюсь не отрывать глаза от текста, для того, чтобы в вопросах других людей и в ответах максимально попытаться добиться смысла этих стихотворений. Очень известных, да, с моей точки зрения. Задачи фактически невозможные, но тот, кто не рискует, тот не пьет шампанского, не правда ли? И последнее, что я хочу сказать, почему, наверное, я сегодня здесь стою? Что меня связывает с Анной Андреевной, помимо того, что я очень люблю ее стихи и читаю их давно? Ну, я очень похожа на папу, кто его знал, они понимают, о чем я говорю, но папа меня с детства привечал к живописи. И когда в 16 лет мне задали вопрос, скажите, а на кого вы похожи? Я сказала, вы знаете, у меня лицо Модельяне, а тело Альтмана. Может быть, именно это и явилось пропуском на сегодняшний вечер Ахматовских чтений. Ну вот, я уже использовала, по-моему, все обереги, которые возможны, ну и с Богом.